Буэнос диас, доброе утро, ун кофе с утра, кофеёк с утра, это самое лучшее, что может быть. Ну конечно, самое лучшее, но почти. Погода за окном такая себе, не очень холодно, даже и не был утром, не хочется на улицу, поэтому сначала займёмся уборкой, пока не потеплеет там. Пока я буду убирать Келли, у меня посажена будет смотреть старый сериал Элены Ребята. Сериал моей, хотела сказать, молодости, моего детства. Вот видишь в сериале девочки красятся, а ты как ходишь, как бледная поганка? С утра доброта Келли не знает границы, это был сарказм. Ну вот, надо за уборку, но очень не хочется. Вижу, тут Табата заправляет кровать по-своему, как умеет. А поглядывая на меня, она видит, что мне убирать не хочется. И я так поняла, что она решила, что меня отвлекает сериал. И правда, я поглядывала на экран, сериал был интересный, и Табата решила эту проблему по-своему. Табатёнок это Табатёнок. И... Еп! Всё, нечего сериалы смотреть. А тебе нечего разглагольствовать, если хочешь подписчиками, то лёжками сверкай, лёжками сверкай. Эта песенка прямо приелась и звучала у меня в голове потом весь день. Это из сериала песни Элен Ролей. Субтитры создавал DimaTorzok Почему в моих ушах недостаточно много шерсти, чтобы не слышать, как она воет? Про лёжки-то была шутка! Дура глупая! Посмотрела сериал «Детство» на ночь, захотелось немножко попеть. Вспомнила эту песню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это Уна. С неё началась моя кошачья история. Вот такая она была маленькая. К сожалению, нету больше фоток. Сейчас она большая, взрослая, красивая и умная. И однажды она у нас пропала, убежала надолго. Её долго не было. Слезам моим не было предела. И когда я уже больше не могла терпеть её отсутствие, встав как, ну, душой, как-то, я не знаю, на такой импульс пустила во Вселенную. Уна, вернись! И уна вернулась, и с сюрпризом. О них мы потом расскажем. А теперь немножко про Уну. Здесь мы живём в Россию. Мы приехали в 2014 году. И Уну я подобрала в этом же году, в 2014, 1 сентября на школьной линейке. Кстати, вот тут на видео пришёл кот-печенюшка. Тут, когда кого-то гладят, сразу приходят ещё кто-то гладьте нас. Так что, вот такая у неё история Уны. Вышёл дождь, никто на котёнка не обращал внимания. Было видно, что котёнку крепко досталось. Даже не буду рассказывать. Я её скорее за пазуху и в школьном автобусе приволокла домой. И с тех пор она со мной. И мой сурок со мной. Как поётся в песне. Немножечко устала за уборку. Жарко. Вымела много шерсти. В общем, что хотят сказать, что товарищи подписчики и товарищи зрители, пожалуйста, подписывайтесь. И ставьте колокольчик на уведомление, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И ещё не жалейте, не жадничайте лайков. Во-первых, это поможет мне морально. Потому что у меня перед каждым новым видео такие сомнения стоит ли вообще продолжать. И всё такое. И вообще, какой из них я ютубер. Но, раз уж я задалась такой целью, то помогите мне её достигнуть. Лайк, подписка и просмотр. Хотя бы фоном поставить. Где-то этот телефон. Пусть там это видео проиграет. От вас этого усилия не требует. А мне будет. А. Моральная помощь. Б. Поможет вывести канал на монетизацию. Пусть даже я буду там с раненьким, каким-то паршивеньким, малоизвестным ютубером. Но при минимальной монетизации там какие-то 200 рублей в месяц. Пусть будут. Ну, это лишний пакетик кошачьего корма. Лишний пакетик Феликса. Во-во. А как зарплату с ютуба получишь, глядишь и расческу себе купишь. А можно купить ещё резиновых мышек? Без проблем, без вопросов. Купим ещё резиновых мышек. Для этого даже не надо ждать становиться звездой ютуба. Ну, пора заканчивать это видео. И перед тем, как попрощаться, хотела сказать вам, что планирую в следующих видео знакомить вас по очереди со всеми моими кошками. А также сделать отдельное видео, чтобы рассказать вам немножко кукольную историю. Вообще, почему у меня есть Келли, что такое майнстрим в инстаграме про куклы и прочее-прочее. А пока что, адьос! До следующего видео! Увидимся!